Елена Иванова с мужем и детьми переехала в этот дом в поселке Пригородном накануне Нового года. Сама бывший городской житель. Говорит, на смену жилья решились почти сразу. И всего за месяц в рекордные сроки решили квартирный вопрос. Практически в черте города. Я от района, где мы раньше проживали, всего лишь 8 минут трачу на дорогу. И тем не менее, и воздух здесь другой, нет суеты. Елена признается, о возможности переехать в частный дом думали и раньше. Но пришла пандемия, самоизоляция и принятие решения ускорилось в разы. В доме есть дети. Я устала им объяснять, что облизывать перила в подъезде, да, это чревато последствиями в нынешней ситуации. Хочется проводить больше времени на свежем воздухе. Дом купили за живые деньги, не в ипотеку. Сумму Елена не озвучивает, но говорит, что она сравнима с ценой на квартиру. Только говорит, плюсов больше. Теперь, даже если самоизоляция не повторится, возвращаться в городскую квартиру Елена не намерена. Она говорит, за 2020-й многие из ее знакомых либо уже переехали в частные дома, либо собираются в ближайшее время. То, что ушедший год подарил новый тренд, все на природу, подтверждают и риэлторы. Марина Ракина говорит, причина не только в пандемии, но и в том, что к 2020 году на рынке жилья сошлись звезды. А в 2020 году в связи а с пандемией, б с господдержкой на сельскую программу господдержка по сельской ипотеке и в это экономическое состояние рубля на сегодняшний день, все привело к тому, что произошел достаточно резкий скачок спроса на именно отдельное жилье, загородное жилье. Стали раскупать дачи, участки, дома в пригороде и деревнях. При этом важно и то, что к этому времени во многие села и поселки пришли наконец отопление, вода, местами газ, появились хорошие дороги. Спрос, как говорится, породил предложение и привел к росту цену. Марина Ракина вспоминает, что еще весной и летом наблюдала, как стоимость могла разом вырасти на 20-30%, что стоило 3 миллиона, вдруг продавали за 4 и больше. Вместе с этим воспрял рынок первичного многоэтажного жилья, в основном благодаря господдержке застройщиков. Президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая Лариса Мельситова говорит, что в совокупности факторов сейчас выгоднее брать ипотеку на новостройку. Даже несмотря на то, что цена за квадрат выросла с 45 примерно тысяч до почти 60. Что касается застройки, то возможно 2021 станет годом, когда облик Барнаула начнет меняться необратимо. Прежде всего новые районы будут появляться за ареной вплоть до аэропорта. На потоке начнут активнее сносить ветхое и строить новое жилье. Частный сектор Зосити тоже начнет исчезать, уступая место новостройкам. И, наконец, строители будут активнее осваивать гору. Правда, рост предложения не обязательно сильно повлияет на цену. Специалисты уверены, что по меньшей мере до середины года квадратный метр останется достаточно дорогим. Что будет дальше, сказать трудно. Прошедший год показал, что события в мире, а значит и в сфере недвижимости, случаются внезапно и непредсказуемо. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.